Всем привет! Это история от анонима. Сейчас я зачитаю историю, дам свои комментарии. История самая свежая, еще такая запутанная. Будет актуальна информация, что вы думаете по этому поводу. Уже давно смотрю разборы от анонимов на вашем канале. Мне нравится, что у вас все по делу и понятно. Думала, что это будет не про меня, конечно, что я сама справлюсь, но нет, я попала в тупик. Я сейчас не замужем, мне 49 лет, в разводе уже 8 лет, и у меня двое взрослых детей. И вот как-то с мужчинами у меня после развода не особо складывается. Таких прям серьезных отношений и не было даже. И я подумала, а почему бы мне не познакомиться и попробовать какие-то знакомства с мужчиной из Турции. Я приезжаю в Турцию несколько раз в год, и мне здесь очень нравится. Как-то я решила зарегистрироваться на сайте знакомств и познакомилась с мужчиной. Мне тогда было очень страшно встречаться, потому что я не знала языка, но хорошо, что он немного знал русский. Мы с ним пообщались, но когда я уехала, наше общение закончилось. Потом я еще познакомилась, но такого, чтобы мне прям очень понравилось, ничего такого не было. И после очередного посещения Турции я решила, что хватит, точка, не буду никого искать. Я ехала домой грустно и решила, что будет, то будет. И в этот же день, когда я ехала в поезде, мне пришло сообщение очередного Турка. Я отвечать не собиралась, думала, опять будет все то же самое, как и раньше. Но посмотрела его фотографии на сайте, фото было мало, друзей, каких-то подписок тоже мало. Внешне он мне понравился, и решила ему ответить. Он сразу спросил, замужем я или нет, если у меня дети, где я живу. Сказал, что в разводе, живет с дочкой 7 лет. Я спросила возраст, оказывается, у нас разница с ним почти в 10 лет, и я старше. Это немножко меня смутило, но он сказал, что именно такую женщину он и хочет. У него пару раз был негативный опыт с девушками помоложе, и он сказал, что ищет серьезную женщину, что хочет жить в счастье, любви, ну и всякие бла-бла-бла-бла-бла. Естественно, я его не верила. Вот нет у меня доверия к мужчинам, понимаете? Я посмотрела почти все ваши видеоролики, там было много у девочек таких негативных историй и опыта, вот поэтому я тоже сомневаюсь. Короче, мы начали с ним общаться каждый день, и оказалось, что у нас с ним было очень много совпадений. Я такого еще не встречала в своей жизни. Я сначала думала, что это просто совпадение, но потом поняла, может, не просто так все сложилось, и столько совпадений не может. Мы с ним думали в одном направлении, нам нравилось одно и то же. Я задала ему очень много вопросов про его мечты, про цели, про желания, и все совпало с моим. Он никогда не пропадал, но есть одно единственное но. Он не спросил номер моего телефона, и мне свой номер телефона не давал. И мы общались через запрещенную у нас в России социальную сеть, короче, через Инстаграм. Там же он мне тогда и звонил по видеосвязи, и меня это стало настораживать немножко, конечно. Потому что, ну, во-первых, у нас работает Инстаграм с перебоями, мне нужно туда заходить с VPN, и там, где можно пообщаться через какой-то мессенджер, в общем, короче, я же просто общаться через сообщение в мессенджере, а не через Инстаграм. Я не вытерпела и спросила, почему ты не общаешься там в WhatsApp, например, в Телеграме или там в Скайпе. Он говорит, у меня этого ничего нет, мне это не нужно, у меня есть просто рабочая симпка. Я не могу воспользоваться постоянно ею в личных целях, поэтому вот только так. Ну, что тут такого? Все же у нас тут в Инстаграме работает, вот это бред, конечно, те турки все в WhatsApp сидят в Фейсбуке. Я объяснила, что у нас перебои, что связи бывает, бывает нет, и он говорит, ничего страшного, но ты же все равно на связь выходишь. Меня это, честно сказать, очень прям стало злить, но ничего не изменилось, мы так и общались в Инстаграме. Я сначала думала, может быть, он женат, может, у него есть девушка, может быть, еще что-нибудь, но нет. Он мне звонил не по видеосвязи через Инстаграм, и вечером мы с ним разговаривали, и по видеосвязи показывал меня друзьям, и вечером писал, и утром писал, отправлял фотографии своей квартиры, своей дочке. Он говорит, что я ему очень нравлюсь, и он говорил о любви. Ну, а я это все пропускала мимо ушей, потому что я не верю в такую любовь за три недели, состряпанную, всего лишь три недели назад познакомились. Мы стали разговаривать о нашей встрече, хотя мы знали друг друга всего лишь три недели. Для меня вот важно, чтобы я увидела человека, и только тогда поняла, что действительно это мой человек. И вот общаться целый год, чтобы потом увидеться, сказать, что это не мой человек, мне, конечно же, не хотелось. В итоге мы решили, что я приеду в Турцию, мы договорились, что делим все пополам, все расходы. Я купила билеты, и мы стали ждать еще три недели, пока я приеду. Перед тем, как мне приехать, он сказал, что много работает, потому что нужно выплатить ему кредит. Еще говорил, что не может сильно много тратить, потому что экономит сейчас. Кстати, вперед забегая, скажу, я уточнила, 50% за билеты он ей приехал, при встрече отдал. Нужно подождать всего один год, и все будет хорошо с финансами. Это он мне несколько раз так сказал. Говорил, что не может снять для меня хорошую, дорогую гостиницу. И я такая думаю, ну ладно, я все-таки смотрю на это все попроще. И когда я приехала, вот тут-то вот все и началось. Во-первых, он меня не встретил в аэропорту, потому что проспал на два часа. Видите ли, работал он всю ночь, самолет был рано утром, но при этом телефон был у него еще и выключен. Это меня прямо настораживает. Включен телефон, это специально, чтобы дома вы не звонили ему. Хорошо, я знаю Анталию. Я не переживала за это вообще ни капельки. То есть я думала, ну даже если что-то не так, у меня были с собой деньги, я могу снять себе комнату, могу уехать на транспорте. Ничего страшного там нет. Но я была вообще очень удивлена такому отношению. Он просто не выходил утром на связь. Когда я собиралась ехать в Турцию, то ему сказала, что мои дети просят, чтобы ты дал номер телефона. Они хотят знать, куда я еду. И тогда он отправил моей дочке номер телефона и ватсап рабочий. В итоге я ждала его в аэропорту три часа. Потом он вышел на связь, извинился, что проспал и попросил меня приехать в центр города. Тут я вообще была в гневе. Ведь можно найти в сто вариантов приехать и забрать меня. Ладно, я решила посмотреть, что будет дальше. Когда мы встретились в торговом центре, он просил прощения, что вот так получилось и так далее. До моего приезда он мне говорил, что будет со мной, что найдет много времени договориться на работе, освободиться для того, чтобы мы лучше узнали друг друга. В итоге получается, что мы вместе были только один день. И потом началась. Он работает, ему постоянно звонят. Я действительно видела, что ему звонят. Он что-то разговаривал, обсуждал там какие-то проекты. Потом он говорил, что ему нужно ехать. Просил прощения. Я опять думала, что может он правда женат. Но нет, не женат. А как вы, интересно, узнали, что он не женат? Мне интересно. Ему надо идти к дочери. Она его ждет, скучает. Он об этом тоже говорил. То есть я приехала сюда на неделю, нашла время, оставила работу, все свои дела. А у него каждый день какие-то дела. Ему постоянно на работу надо. То с дочкой ему надо. И он сказал, мне нужно дочку забрать. И мы можем встретиться все вместе. Я говорила ему, ну как я буду с ней разговаривать, с твоим ребенком? Я не знаю языка. На что он сказал, что ничего страшного. Он хотел увидеть, как дочь отреагирует на наше знакомство. Я пришла в торговый центр. Мы встретились. Ребенок был в игровой комнате. Я привыкла, что когда встречаешься с русским мужчиной, то он говорит тебе какие-то комплименты. Всегда думает, я думала, что турки тоже, наверное, говорят комплименты. Какие-то ласковые слова, красиво как-то общаются. Но здесь у меня было совсем по-другому. Я одела красивое платье. И когда мы увиделись, то он на меня посмотрел внимательно, обнял, поцеловал. Но ни слова не сказал из комплиментов. В переписке он писал много красивых слов. А при встрече этих слов не было. Потом мы встретились с его дочкой. Ну что-то он ей там сказал, представил как сестру. Я потом это поняла. Мы гуляли все вместе. Мне очень было сложно, потому что они разговаривали на своем языке. Я ничего не понимала, что они говорят. И естественно, он постоянно мне все не переводил в разговорах. Потом так же все и продолжалось. Он работал. Мы виделись всего несколько раз. Хотя он рассказывал в переписке, что мы будем гулять. Он покажет красивые места. Подарит подарки мне и моим детям. И всем моим родным многоточек. К сожалению, все было не так. Его слова почти все пустые. Я ему говорила, что я приехала из другой страны. Я оставила свою работу. Все свои дела. Я все оставила на неделю. А ты даже не можешь уделить время для меня. Во-первых, он мне все время говорил. Подожди, не торопись. Все будет хорошо. Всему свое время. Это его, кстати, коронная фраза. Говорил, что ему нужно решить многие вопросы, чтобы мы жили в достатке. Ой, блин, вот эти вот песни хорошие. Вы все мои видео посмотрели на канале? Вот сколько этого уже слышали? Может, я действительно тороплюсь. Но мне хочется знать, что между нами. Хочется его узнать, как он живет. А я почему-то должна что-то все время ждать. Мне тоже вопрос. Вообще жду, что ли? Нет, конечно. Он также меня убеждал в том, что я ему очень нравлюсь. Что он хочет, чтобы мы жили вместе. Но говорит, нужное время, чтобы закрыть кредит в течение года. Он хочет, чтобы я приехала к нему через год навсегда. Но меня это очень сильно настораживает как-то и напрягает эта ситуация. Если сейчас у него нет времени на меня, то откуда оно будет потом? Он постоянно мне повторяет всему свое время. А я вот думаю, какое время, сколько можно ждать? Я всегда думала, что турки любят говорить красивые слова, комплименты. Ухаживают за женщинами, делают все для своей девушки. Может быть, чего-то я не понимаю. Он меня постоянно уверяет, что у него серьезные намерения. Что он хочет, чтобы мы были вместе. Чтобы мы жили вместе. И он готов все сделать для этого. Но ни черта он для этого не делает. Извините, конечно. По-другому не скажет. По факту сейчас он в меня не вкладывает никаких денег. Он мне подарками не задаривает. Я жила в гостинице. И он мне никаких денег ни на что не давал. Продукты не приносил. Он единственный раз спросил меня, что я хочу. Я ответила, что очень хочу фруктов вкусных. Вот как на рынке. А он мне говорит, что здесь поблизости, где мы живем, рынка нет. И все. Ведь мужчина обычно, если он заинтересован, он, наверное, сделает все, что угодно, чтобы найти тех же фруктов для своей женщины. Может быть, опять я что-то не понимаю или не замечаю. Может быть, здесь какой-то другой менталитет. В чего вы пытаетесь оправдать, а себя завинить. Я плохая, я не вижу, я не понимаю. Я сейчас в растерянности и не знаю, что делать. У меня было такое желание уехать. Я ему, кстати, об этом сказала. Я сказала, что он мне не уделяет время, что я приехала всего на неделю, а он опять всему свое время. Ты не спеши, ты подожди. Мне нужно сейчас кое-что решить. Финансовые вопросы, чтобы в дальнейшем все было у нас хорошо. Я спрашивала несколько раз, какие чувства у него ко мне. И он повторял, что именно такую женщину, как я, он и искал. И вот у меня вопрос Галина. Что не так? Помогите мне, пожалуйста, понять. Что мне делать? Я сейчас вообще ничего не понимаю. С одной стороны, говорит он мне о своих серьезных намерениях, работает. А с другой стороны, не нашел и времени, чтобы быть вместе, ну или хотя бы несколько часов в день мне уделить. Я сама себя развлекла, сама ходила на море, гуляла, ходила в кафе и всегда почти была одна. Он даже не всегда спрашивал, где я. Спрашивал только иногда. Даже если физически не было рядом, то ведь можно быть и на связи, просто по телефону интересоваться тем, что со мной. Так, давайте заканчиваем. Письмо длинное. Ой, давайте по-честному, без обманов. Я вижу, что вы очень хорошо повелись на слова, которые он говорил. Что вас подкупило? Типа вот эта близость, когда вы задавали вопрос, и вы с ним были очень похожи во всем. Он к себе расположил, типа родной душой, смотрим в одно направление. Вот это родственные какие-то ощущения. Классно. И ваша проблема, у вас еще не исцелился ваш организм после развода, как вы и сказали. Восемь лет, да, вроде бы вы в разводе. Ничего серьезного у меня пока не было. Вы на коротких лапках, на кошачьих к мужчинам, дабы не повторить какой-то, возможно, неприятный опыт или еще что-то, опасности какие-то. Короче говоря, и он такой первый, кто какие-то вороться приоткрыл в вашу душу, в ваше сердце. Что я хочу отметить? Первое. Действия одни, слова другие. То есть он по ушам ездит, по факту, вы по делу все прекрасно видите. Вы сами себя оговариваете и говорите. Ой, менталитет, наверное, разный. Вы вообще мне написали письмо? Убедите меня, что я, наверное, не права. Дайте мне ему, разрешите дать ему еще один шанс. У меня вопрос зафига. Вы ему шанс дали, он им не воспользовался. Короче, два варианта я здесь вижу. Я надеюсь, ни один из них не подойдет. Это действительно хороший принц на белом коне. У него просто временные трудности. И если вы с ним продолжите общаться, то через год у вас будет джекпот. Но я что-то сильно в этом сомневаюсь. Первое. Мне кажется, что у него есть какие-то отношения. Либо он еще других женщин выбирает онлайн. А живет действительно один действительно в разводе. Может, у него еще жена есть. На что это мне намекает? То, что он вам дорогой там что-то снимает видео, он вам из дома вечером снимает, получается. Короче говоря, WhatsApp не дает. Чатиться не хочет с вами там. В Инстаграм, в который никто не залезет по ходу. А в WhatsApp и смски брякают. А в Инстаграме он это отключил. Если его жена увидит какие-то сообщения непонятные, всплывающие, не имея даже пароль, у него будут вопросики. Про это к сведениям про жену или про отношения, если он у них состоит. Второе. На ночь кто ложится, телефон не отключает. Деловой такой занятой и рабочий чувак. Телефон рабочий. Никто в Турции трудоголики. Никто на ночь телефоны не отключает. Звонят порой, трезвонят с утра или до позднего вечера. Могут поработать. Действительно занятой человек. Я не думаю, что он бы отключил телефон. И зная просто в тот день, когда вы приедете, это было слишком рано для него. И жена, с которой, или женщина, с которой он спал, просто в тот момент могла это увидеть. Звонки. Объясни ей, что ты встал в 6 утра и поехал кого-то в аэропорт встречать. Очень легко это все объяснимо. Поэтому он вышел, когда из дома, освободился, открыл телефончик с вами, бля-бля-бля, вам на уши опять навесил. Про ребенка, про дочь. Я думаю, у него просто какие-то отношения с женщиной, может, он действительно образует, просто с кем-то сожительствует. Про ребенка. Ребенку 7 лет. И это не показатель того, что меня с ней познакомили. Как вы потом сказали, я потом поняла, что он мне представил с сестрой. Наверное, облой какой-нибудь, да, там, облад. Ну, короче, знакомая, вот, ни больше, ни меньше. Ребенку в 7 лет, да, не наплевать вообще. Если они разведены, и у папы там какая-то тетя есть, с которой он сейчас сожительствует, живет. А, скорее всего, возможно, русскоязычная какая-нибудь, да, или иностранка. Так она бы согласилась на такое с ребенком и жить вместе. То есть она бы замуж попросилась. А вот на сожительство бы не соглашалась. И ребенку в одной тете больше, одной меньше. И вообще она пляжа. Она побежала 7 лет. И у него какие интересы. Первый класс. Поиграть, потусоваться, повеселиться. И там, что там папа вообще? Ерунда полная все это, да? Далее. У него никогда на вас нет времени сейчас. Дело не в дочери. Работа, ребенок. Бред полный. Раз он вас с дочерью познакомил, это у вас такой хороший. Типа, как доверие вызывает. Ну, давайте проводите время вместе. Он, дочь и вы. Вот что, про отношения, про будущее. Здесь вот эти были аргументы про женщину какую-то. Про его отношения. Второе. Что я вижу? Альфонс. У нас начало общения. У меня кредит. Надо год. Нам так конкретно. Я не могу на себя много денег тратить. Я то не могу, все не могу. У меня проблемы финансовые. Жди. Он из вас лепит ждуна. Вешает на уши. Все будет классно. Будет семья. То, что вы хотите слышать. Будут отношения. Надо подождать. Надо потерпеть. Или, о, у меня кредит на несколько парочек тысяч баксов. Было бы классно, если бы я сейчас кредит закрыл пораньше. Тогда бы мы с тобой уже быстрее. Не надо годика ждать. Мы бы с тобой раньше начали быть вместе. Съехались. Там, семья наша. Все вот эти. Что ты там хотела? Да, вот это все будет. Очень часто так начинают Альфонсы. С проблем, с трудностей, с болезней, с финансовых трудностей, как правило. Да, он вам отдал 50% за билеты, как и обещал. Но для того, чтобы вас не спугнуть, скорее всего. Чтобы вы точно сразу все не перечеркнули. Он продолжает заготовленные фразочки по ушам ездить. Почему он не выходит, вы скажете, на контакт, не пытается окучивать, комплименты. Вот это бла-бла-бла. Он пытается понять, сколько у вас денег. Альфонсы сразу ведут несколько женщин. И они выбирают, у кого бабок побольше, кто задает вопросов поменьше. И кто будет позговорчивее. С кем выгоды больше. Вот и все. И если он альфонс, вопрос, то у него не одна такая. Здесь не про чувство и любовь, которую вы ждете, комплименты. А про выгоду. И он смотрит, что вы здесь потратите. На что вы тут готовы и так далее. Смотрит, закроете ли вы ему долги его или нет. То есть это не про любовь и чувство, а про выгоду. Даже условно, если он хочет отношений каких-то. Найти себе надежную женщину. У вас 10 лет разница. Вот почему про альфонсов у меня сразу история. Ему 39 лет. У него ребенку 7 лет. И он хочет надежную взрослую женщину. Сесть ей на шею со своими финансовыми трудностями. Со своим ребенком. Чтобы была баба-мужик, которая им... Ну не прям мамой. Ну будет хорошей, скажем так, женщиной для его дочери. Не будет ее обижать. Ему чаи подносить. Работать сама еще будет. Бабки у нее какие-то будут. Значит, зашибись устроиться. Знаете почему? Тручанка на это не пойдет. Во-первых, Тручанке не нужен чужой ребенок. Будем честны. Она может принять, детей любят. Но для этого у мужика должны быть бабки. Чтобы она приняла мужчину с ребенком от развода. От ни одного, двух, трех. Неважно. Бабки у тебя есть? Содержать нас всех. Своего ребенка. Учить его на меня. На себя. На жизнь. Если есть бабки, вопросов нет. У него денег нет. И это вопрос ни одного года и кредита. Это будет всегда. Ну, один кредит закроет, через год другой возьмет. Он хочет надежную маму к себе. Чтобы ребенка своего хорошо пристроить. И себя. И не брать никакой ответственности. И он выбирает, скорее всего, из нескольких человек. Поэтому он не распыляется, ни эмоций, ни чувства времени у него типа нет. Вы совершенно верно, автор письма вам скажу, замечаете, что если ты позвал меня, и у него расходятся слова здесь. Вот на это обращайте внимание. Не вините вы себя. Что за жертвенность? Ёбка. С пустого места вообще. Вы что? Да он виноват. Вы сделали, вы выполнили условия договора. Вы нашли время, купили билеты, приехали, недельку выкроили. Все, с вас взятки-гладки, вы умничка, вы молодец. Видите? Ну, разочарование, да, неприятно. Но он только по ушам ездит. И даже не напрягается влюбить эмоции, комплименты, сказать, даже в аэропорту он, если поехал встречать. Ну, ё-моё, о чем мы говорим? То есть, если вам нужны отношения с любовью, с симпатией, с чувствами, по-нормальному. Это не про него. Он бы вас обхаживал, помаживал, встретил бы в аэропорту. Ой, неважно, работаю. Ну, я проспал, поздно работал. И отключил телефон, зная, что вы утром прилетите. Зафига ты отключал телефон. Ну, где объяснение? Я думаю, вот, если целиком не очень приятно, я скажу. Ну, такой опыт тоже должен быть. Что теперь сделаешь? Выводы делайте свои. Я думаю, что он с кем-то сожительствует. Он официально в разводе, скорее всего. Скорее всего, с какой-то иностранкой. Потому что он подхей до чужих бабок. Денег он хочет, однозначно. Он больше ноет вам о том, что у него какие-то проблемы есть. Ему нужны деньги. Он безответственный. Поэтому у него нет времени. Потому он занят. Поэтому он включил телефон и не давал ватсап. Очень простые такие моменты очень важные. Нет такой работы, где по рабочей симке нельзя общаться в ватсапе. Какой бред. Это просто без комментариев. Это ерунда какая-то, честно вам скажу. По-другому не знаю, как это объяснить. По-правильному. Вы провели время. На 50% дешевле съездили в отпуск на недельку. Вернулись домой. Забили вообще. И с ним не... Это не говорит о том, что забили на мужчин. Общайтесь. Это нужно. Но с ним нет. Типичный вообще мутный тип из Турции. Который ждет какой-то выгоды. Видите, не вкладывается ни морально, ни финансово. Все. Жду. Вам что ждать-то целый год? Нафига? Ничего вы не дождетесь. Ничего не изменится. Это все обещание. А там, где обещают и говорят по дожде, обычно просят потом деньги. Потому что ты уже на подвязке. Тебе дают покушать эмоции. Сказки о любви. И обещание классного, светлого будущего. Потом вылаживают в проблемки. Опять какие-то кредиты. Чупе. Я выпал в аварию. Рак у папы. У кошка у меня сдохла. И всякое такое. Мне нужны срочные деньги. И вот это нытье, выманивание денег. Тебе опять дают семья, любовь. Все будет классно наше будущее через год. Но сейчас у меня трудность. Но мы же с тобой уже семья. Мы же с тобой на словах повенчаны. Давай мне сейчас бабки. Вот я так вижу развитие этой ситуации. Вам это не понравится. Вы хотите его оправдывать. Хотите верить в лучшее. Вам не хочется разочаровываться. Ну блин, вот так. Пусть я буду, надеюсь, окажусь неправа. Напишите в комментариях, кто посмотрел это видео, какой сценарий развития этих событий, этой истории вы видите. На ваш взгляд, что здесь? Есть ли какие-то шансы на здоровые отношения, что через год там будет семья, все в порядке? Или как вы можете объяснить его вообще вот это поведение странное? Жду ваших комментариев и автора письма в том числе. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. В инфобоксе под видео моя почта. На нее вы можете прислать такую же историю свою от анонима для видео в формате ответа на канале. Или записаться ко мне на индивидуальную консультацию психологическую. Тоже почта та же, просто тема письма, консультации. Скоро увидимся.